Барыги поехали! Дедем мы с тестем. Сегодня смотреть машину. Цена 800 тысяч. Пробег 80, ну 70 с чем-то, 80. Т5 мотор 2.5 турбированный, который от CX-90. Значит, звоню, отвечает девушка, здравствуйте. Ну короче, тачка в идеале, но только там слегка притерто крыло. Приезжаем. Действительно, машина просто вот удивительное состояние. А сколько такого? По-моему, 11. Ну раз поехал, значит 11. Не раньше, как бы, когда рассматриваю, не позднее, а 10. Точнее 11. Значит, по сути, приезжаем. Да, все действительно, к кузову претензий нет. Там слегка притерто бампер, переднее крыло. Заводим машину. Лампочка масла и там какое-то сообщение. Проверьте уровень масла, что-то такое. Я ее глушу, я ей объясняю, что это у вас с давлением масла. Вы смотрите? Она говорит, нет, что мне следить. У меня, говорит, ТО есть для этого. Ну, хорошо, давайте откроем для начала. Капот посмотрим. Открываем капот. Замечательный движок. Замечательный пятицилиндровый движок. Чистенький, его явно мыли. Достаем щуп. Вот, знаешь, вот гудрон, гудрон, просто гудрон, ниже минимума. Я объясняю, что так ездить нельзя. Что вы, наверное, запороли мотор. Ну, она начинает меня втирать, что я идиот, что... Как бы, для чего придуманный ТО. Ну, я говорю, я это все прекрасно понимаю, но за маслом надо следить именно вам. Как бы, никто из Вольво не будет приезжать вам мерить масло, чтобы вы, ну, как-то доезжали, да. То есть, имеет свойство маслом угорать. Тем более, вы, наверное, ездите очень бодро на 249 силах. Ну, в общем-то, как потом выяснилось, ну, мы начали открывать, ну, открыли крышку крыловины, посмотрели. В общем, там все печально и все грустно. Пришлось от этой машины отказаться. Значит, мы заезжаем в автосалон. Там, естественно, отдел Троидына. Замечательный. Замечательный отдел Троидына, где стоит Тигуан. Рестайлинговый. Вот мы сейчас едем на дорестайлинговый. Там стоит рестайлинговый. Вот, честно говоря, сколько я вот смотрел машин, сколько я увлекаюсь, но я никогда в жизни не мог представить, что машину можно довести до такого состояния. Описывать просто нет смысла. Я скажу, что машине три с половиной года на ней накатали 187 тысяч. Ну, зато не скрутили. Дядь, там даже если бы скрутили, там понятно, что эта машина объехала пять раз земной шарик. Вот там просто... А фары настолько мутные, что даже не видно, знаешь, там... Ну, и как бы я пытался, как здесь вот разглядеть значок фольца, если видел, да, там здесь... Просто невозможно. А руль стал белый. Такое, знаешь, замечательное такое. В общем, вот, что можно сейчас купить за эти деньги. Кактина печальная. Необратимость какая-то вот... Ты знаешь, вот, честно, я вот просто не представляю. У нас вот люди... У нас люди, как бы, настолько богатые, что могут себе позволить не следить, за машинами, не знаю, блин, ну, не залезать под капот, не смотреть масло, не читать инструкции, я не знаю. Вы верните руку. Не, они просто дебилы. В общем, это жуть. Это жуть просто. А-а-а... Это бомба. Значит, дядьке звоню, смотрели мы Санта-Фе. Как ты успел-то все это посмотреть? Ну, я же безработный. Ты... Мужичок. Санта-Фе 2.2 дизель. Замечательный мотор, замечательный крутящий момент. Я так загорелся, думал. Поверните на трава. 740 тысяч. Одиннадцатый год. Рестайлин. Ну, конечно, все эти машины, блин, корейские, они достаточно своеобразные. И по дизайну, и по качеству. Ну, вроде особо нет никаких нареканий по этому двигателю. Там по коробке все что-то пишут, что... Ну, в общем, стоит брать. Значит, пишет дядька, что 74 тысячи пробег. Мы приезжаем. Ну, естественно, он... Ну, по телефону я выясняю, что там сервисная книжка, что масло меняное, что там следил чуть ли не как за женой, там, я не знаю, там... Туда-сюда. Пятое-десятое. Приезжаем. Женой. Смотрим. Ну, там по кузову понятно, там... Крыло, по-моему, что-то красили. Ну, как бы, опять же, я не ищу полностью небитый, да, ну... Ну, хотя бы, чтобы все было прилично. Я обратил внимание, что у него одно колесо, заднее, заднее правое. Ну, какой-то другой бренд. То есть там везде какой-то не то Мишлен, не то Ханкук. Ну, какая-то такая корейская, японская резина. А на заднем колесе там какая-то Нокиа. Причем везде шипованные, а там не шипованные. Думаю, вопрос. Спрашиваю, что за фигня, он говорит, что колесо проколол, поставил запаску. Я говорю, а что у вас, запаска зимняя? Да нет, у меня, говорит, в гараже валялось. Ну, думаю, интересно. Заглядываю по дарку, а там абсолютно новый амортизатор, новый рычаг. Ну, суть такова, что удар пришелся туда. Причем так, видимо, что нормально, потому что там, ну, как бы, все вот эти вот рычаги, вся вот эта басня, которая там лежит, она, короче, вся помененная, вся новая. Ну, дальше, я думаю, не имеет смысла говорить, что, естественно, пробег оказался не как он заявлял. В общем, тоже сделал вывод, что старенький пожилой человек, вроде, знаешь, тоже с усами, тоже понимает, что и как нужно продавать автомобиль. Нет честных людей. Они вообще были когда-нибудь в этой стране? Конечно, я самый честный человек. Ты знаешь, как я продавал машину. И вот если бы не знал бы. Слушай, ну, честно, просто поражает, просто поражает, насколько вот, насколько нужно внимательно, тщательно, не торопиться. Да, да, ничего. А в задницу-то, блин, свербит, знаешь, ты уже себя представляешь. Ты уже едешь за машиной, ты уже представляешь, как ты на ней, там, куда-то, блядь, на дачу поедешь. Там, я не знаю, туда-сюда, там, на речку, не на речку, куда-нибудь в Европу махнуть, да, уже, я уже представлял. Да, на этом говне лучше ездить пешком, чем вот на таком. У всех продавцов какие-то легенды, причем такие, что они даже вот не запариваются, да, и, блин, ну, не вникают в какие-то моменты, да, что, ну, как бы, извини меня, если ты говоришь, что ты единственный хозяин, ездил на ТО, а у тебя нету сервисной книжки, ну, это уже возникает вопрос. Если у тебя запаска зимняя, тебе не кажется, ну, что это вопрос, какой-то вопрос к тебе будет. Я начинаю приходить к выводу, что, может быть, эта система не так уж и плоха, вот как в Бельгии, как в каких-то странах, как называется, Карпас или что-то, когда, ну, наверное, можно как-то там скрутить, есть, наверное, свои выходы, да, но это настолько геморрно, да, что, ну, наверное, процентов 70 вот этим не заморачиваются. Это уголовная ответственность. Вот, может быть, у нас это имеет здесь, как бы, смысл, тем более... В общем, дядя, я не знаю, что делать, вот, честно говоря, настолько, настолько все печально, это... Держитесь, левее. Они ничего не делают, ездить будут вот так месяц. Представляешь, я обзвонил всем своим знакомым. Никто не продает машину, хотя... А какой дурак себе продавать, когда доллар поднимает? Я это понимаю, но, знаешь, у нас же люди, у нас же люди как, а, вышел новая модель телефона, а-а-а-а... Не-не-не, это было раньше, сейчас ты что? Ты сейчас ее продал сегодня, а завтра ты ничего уже не купил за эти деньги. Да, я сейчас сам в такой ситуации. Ну, в чем дело? Нужно принимать жесткие законы, потому что это уже, честно говоря, вот, когда я сейчас сам стал отцом, когда я сам боюсь, да, там, за чужую, там... Ну, почему чужую? За чужие жизни в любом случае я тоже приезжаю. Знаешь, когда видишь какие-то аварии, блин, на трассе, видишь там детское кресло, хочешь не хочешь, ты на себя это как-то, блин, переносишь, и ты понимаешь, что... Ну, сейчас, понимая, какие машины продают, в каком состоянии, мне кажется, надо что-то, ну, какие-то меры принимать на государственном, ну, не знаю, там уровне какие-то, блин, ну, законы, вводить какие-то порядки на эту тему, понимаешь? Что вот так вот, извините, человек едет-едет, ни с того ни сего, бац, у него тормоза, двигатель заглох, в лучшем случае, а то машина просто, блин, брык и на две части. Или там, блин, ну, стукнулся, а ты сам понимаешь, автомобиль, который сварен из нескольких частей, что это будет, да, или там, блин, ну, не выстрелить, там, какая-то подушка. Нет, я могу это принять, опять же, если бы мы жили где-то в Африке, где, не знаешь, там, в Средней Азии, я могу это понять, но... Где на вагонах сверху ездить, на крыше. Ну, да, понимаешь, ну, мы же вроде как стремимся... Я думаю, для Куба это нормальный вариант, да, из двух частей? Дядь, там из двух частей это новая машина, я тебе скажу, вот, я тебе совершенно... То есть ты взял дедушки, ну, и приварил, откуда ты вторую часть? Это вообще абсолютно новая машина, если она у тебя просто из двух машин, вот, просто поверь, это новая машина у тебя. Там машины, например, знаешь, как делают, там берется рама от какого-нибудь старого газона, на него ставится кузов, там, плимута какого-нибудь, знаешь, там, 56-го года, двигатели от УАЗика, их даже делают полноприводные, составят мосты от УАЗа, то есть там такая солянка, что просто хрен черт разберет. Дядь, я тебе могу сказать, что будет, мы с тобой придем, посмотрим и уедем. И уедем, да, да. Дядь, не расстройство. Не расстройство. Я, например, вообще в автосалонах ничего бы даже не смотрел. В принципе, я не... Ты знаешь, на что я надеюсь? Я надеюсь, что, да, конечно, я понимаю, что хорошая машина дешево стоить не должна, я надеюсь, что там есть хорошая машина за дорого. Это тоже не факт. Не факт, но стоит посмотреть все варианты. Потом у тебя будет уже определенная картина и уже будем думать, куда двигаться. Ну, а что, вот реально, все, что я посмотрел до, там, 700-800, это, ну, в моем понимании, это не машина. Утилизация. Да, я бы их сдал бы, ну, не знаю, ну, как минимум на разборку какую-нибудь. Фу. Смотрю, ты расстроенный. Я почти в панике. А, даже так? Почти в панике вообще. Так, ну что, поедем в этот? Поехали в этот. Слушай, ну, надо позвонить этим, я думаю, да? Блин, барыга. А там барыги, да? Извините, у тебя там огромная площадка, одни Hyundai Santa Fe стоят. Ну, кто там? Честные люди? Честные люди, которые продают в хорошем состоянии Hyundai Santa Fe с пробегом в 40 тысяч. Дядь, если ты хочешь сходить в музей, вот просто музей абсурда, ТЦ Москва. А, ты там был уже? Оооо, это просто высшее учебное заведение по этим делу. Там прямо внизу красят на первом этаже. Да ладно красят, там сиденье чуть ли не вот так, вот знаешь, вот, которое уже просто, уже чуть ли не на боку, вот так сидишь, блядь, пробег 40 тысяч. А как тебе цифра? 39,9 и 9,9 и 9,9 и 9 метров. Это как ценники, знаешь, если ты пишешь не тысячу рублей, а 999 рублей, 99 копеек. Клиент пойдет. Они же раньше картошку продавали на рынке, а теперь они продают автомобиль. Да какая разница, чего продавать? Звоним барыгам? Давай. Знаешь, что самое интересное? Я понимаю, что мы туда приедем, и эта шляпа... Ну давай поржем, чего? Сидим, поржем. Да? Алло, день добрый, это Сергей? Да, здрасте. Да, здрасте, подскажите, пожалуйста, вот по поводу Санта-Фе, вот, просто хотелось бы уяснить, это автосалон у вас? Там, как я понимаю, там много, да, таких машин? Можно съездить, посмотреть. Много? Там еще много, да? Ясненько, а если, если не секрет, то откуда у вас такое количество машин? Откуда у меня такая? У меня такое ощущение, у меня такое ощущение, потому что там что-то гремит, что-то там видно какой-то сервис. Какие-то подъемники, много-много Санта-Фе и Соренто. Занимаюсь, работа у меня такая. Ну, в общем-то, давай сделаем вывод. Сервис. Занимается. Я тебе вот что скажу. Хорошая цена. Нормальную машину, ищи хозяина. Не езди, не трать свое время. Ну, как бы я до этого, не знаю, если ты будешь это выкладывать. Я всегда покупал новые автомобили, но вот жизненная ситуация такая, и с этим кризисом, что мне приходится искать БУ автомобиля. Не всегда. Слушай, это что вообще? Ну, что, взялся ледолом и замазал машину по поясу? Ну, ты знаешь, что вам интересно? Вот такого человека я бы взял на машину, если он вот так не относится. Согласен.